Друзья, всем привет! Сегодня 19 марта, на улице похолодало немножко, такой ветерок. Спасибо, что вы поставили лайки, я писал сообщение о том, что хочу поснимать Петроглиф парк. Поговорили вроде с ребятами, они не против, но вот мешает немножко погода, потому что сам дом еще такой, весь недостроенный, без окон, без дверей. А хочется подняться еще и на самый верх, показать Хабаровск с высоты, где-то там, по-моему, 15 или 17 этаж. И вот сильный ветер, он будет помехой. И все-таки я посмотрел, и сегодня, и завтра, и послезавтра будет очень ветреная погода, и решил перенести уже эту съемку. Я обязательно все это сниму, но в начале апреля, потому что я уезжаю в Благовещенск, я вам тоже уже говорил. Вот вернусь оттуда, и в первых числах апреля я обязательно сниму. Я надеюсь, как раз распогодится, будут безветренные деньки, и мы погуляем там, залезем на крышу, и вообще я вам все расскажу. А сейчас мы едем на пятую площадку, и я хотел с вами просто обсудить вчера тоже вот эти новости, скандалы о том, что двое чиновников там наворовали там чуть ли не на 11 миллиардов рублей. Я на самом деле это все еще не доказано, но я просто гипотетически хотел порассуждать с вами. Сами детали всего этого дела вы, наверное, уже все нашли. То есть сейчас вся пресса, все сайты забиты этой информацией, и пересказывать то, что уже написано, я не буду. Просто я хотел порассуждать о том, что вот мое лично глубокое разочарование тем, что происходит сейчас, оно связано как раз именно с тем, что я-то думал, что у нас не хватает денег на то, чтобы нормально устроить жизнь, на то, чтобы все благоустроить, сделать все, чтобы работало эффективно. Но когда вот я немножко вник в ситуацию, я понял, что денег более чем достаточно, и вот такие вот скандалы, они показывают, что денег действительно хватает. Я вчера просто немножко помечтал, вот эта сумма, да, там 10,7 миллиардов, куда можно их было потратить и что можно было сделать в Хабаровске. Сумма на самом деле большая, потому что 1 миллиард, если, ну, может быть, кто-то не знает, это 1000 миллионов рублей. То есть если, например, взять у нас вот, по-моему, 300 семей за последние 5 лет получило всего льготу нуждающихся на жилье. А если прикинуть вот эту сумму, то можно предположить, что где-то 10 тысяч, 10, ребята, тысяч семей могут получить по миллиону на жилье. Вот эта сумма, она, ну, реально большая. Или, например, если можно предположить, что у нас 800 бараков есть, да, в Хабаровске, нерасселенных, которые просто люди живут в нищете, в грязи, без санузлов и так далее, все разваливается, они рискуют своими жизнями. Можно было бы 800 бараков все расселить на эту сумму. Или вот сейчас мы едем по пятой площадке. Представляете, что можно было бы сделать на 10 миллиардов, чтобы этот район превратился в цветущий, один из лучших районов города, если не лучший. Ну, действительно, сумма очень-очень большая. То есть это всего лишь, ребята, один факт такой выявили. А сколько таких фактов, я даже не знаю. Задумайтесь просто, какие суммы, просто эти деньги были вроде бы как потрачены на то, чтобы поддержать фирму, которая занималась вывозом леса из нашего края, ну, то есть в Китай. Ну, поразительно просто. Я, конечно, очень поддерживаю Сергея Ивановича Фургала. Он делает правильные вещи. То, что вот все это затеяно, это просто замечательно. Об этом даже мы не могли и мечтать. Но все же я хотел сказать пару слов насчет Фургала Сергея Ивановича, что меня смущает. И я, конечно, вижу, что у многих людей такие вот розовые очки, может быть, появились. И мысли, что скоро решатся все проблемы. И, наконец-то, это тот человек, который все сделает правильно и будет правильным руководителем. Я тоже хочу искренне надеяться на это, но у меня есть вопросы. Я вот слежу, отслеживаю. Я очень мало говорил о Сергее Ивановиче, но, тем не менее, хочу сказать сейчас. Мои опасения, да, на этот счет. Мне кажется, что есть вопросы в плане формирования команды. Потому что огромный край у нас. Живет миллион двести человек, население. Площадь огромная. Им управлять в одиночку, конечно же, невозможно. То есть нужна сильная команда. Как вот у любого полководца, да, есть свои генералы. То есть пять там или шесть генералов, на которых можно просто положиться. Вот вопрос такой, что есть ли такая команда у Сергея Ивановича сейчас. И кто из них вот на слуху, да, может быть, вы кого-то слышали. Потому что у меня лично такое вот немножко ощущение, что он как будто бы в одиночку пытается справиться со всем. То есть он поднимает какие-то вопросы, ставит их на контроль. И эти вопросы сейчас уже там десятки, десятки, сотни вопросов вроде бы, которые нужно контролировать и вести. Невозможно это делать в одиночку. Нужны люди доверенные, которые будут помогать. То есть любая армия, да, устроена. Есть десятники, сотники, тысячники, да, вот может быть читали когда-нибудь исторические какие-то романы или историческую просто хронику. Такая огромная структура, как Хабаровский край, требует вот огромного количества управленцев. Ну, невозможно управлять в одиночку этим делом всем. И надо, конечно, выстраивать систему, надо строить команду. И вот это пока вот к этому вопросу немножко есть непонимание. И я не знаю, как оно будет. Как оно будет, где Сергей Иванович найдет людей. Конечно, есть вот эта программа лифт, но сказать, что люди с нуля сразу поднимутся куда-то вверх и начнут супер-мегаэффективно управлять, ну, сами знаете, что любой управленец, он созревает какое-то время, и его надо проверять в боях и так далее, ну, то есть в делах. Поэтому вопросы есть. Я искренне поддерживаю Сергея и надеюсь, что у него все получится. Ну, вот, пока он, у меня такое просто ощущение, что он пытается закрыть какие-то дыры, дыры, которые огромные, их много. И это действительно дает ему определенную популярность среди людей, да, потому что он такие хорошие законы и хорошие предложения вносит. Но есть еще такая грязная работа, которая, может быть, не так видна со стороны, да. Это вот именно работа по строительству команды, по выстраиванию системы работы и правительства Хабаровского края. То есть, и вот эта вот работа, она не видна. Мы не знаем, как она ведется. Я, конечно, искренне желаю, чтобы все получилось. Просто нужно привлекать сильных лидеров, сильных людей и строить команду. Вот такие мысли мои, ребята. Поэтому сейчас, может быть, мне кажется, вот такие вот похвальбы большие, ну, может быть, они преждевременные. Нужно подождать и посмотреть, как вот получится выстроить. И, конечно же, поддержать, поддержать и на думских выборах, и вообще, конечно же, губернатору сейчас нужна наша поддержка. Тем более, он такие поднимает вопросы, настолько они острые, настолько они важные, что от них зависит жизнь всего края. Не забывайте подписываться на мой канал. Всем хорошего настроения. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok